Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте! Итак, мы сегодня продолжаем тему неметаллов. Да, мы сегодня будем говорить об элементе группы 5А фосфор. Это элемент группы азота. Это как раз вот этот загадочный элемент, который несет свет. Да, и у него не случайно такое название, ему дали название «дающий свет». Но открыт фосфор был немецким физиком Брандом в 1669 году. Бранд стремился, как и все химики того времени, получить философский камень. И он брал мочевину, песок и уголь, и все это прокаливал. И в результате проведенных реакций он получил вещество, которое светилось в темноте. Бранд считал, что он получил философский камень. Это оказался белый фосфор, как его называют, белый, но вообще он желтого такого цвета, очень ядовитый фосфор. Лет через 200, это примерно 1849 год, получают новую модификацию фосфора, красный фосфор, который является уже не ядовитым. И в 1816 году третья модификация фосфора – черный фосфор. Таким образом, у фосфора на сегодняшний день известно три модификации – белый, красный и черный. У нас вот есть слайды, стоит, наверное, продемонстрировать строение фосфора и заодно поговорим о свойствах. Хотелось бы сказать, что в природе фосфор достаточно распространен. Его содержание в земной коре составляет 0,08%. Это достаточно много. В природе фосфор у нас встречается только в виде соединений. Важнейший из них, например, минерал апатит, который представляет из себя фосфат кальция. Ну и, кроме того, разновидности апатита у нас составляют самые различные осадочные горные породы фосфориты. Фосфор входит также в состав белковых веществ в виде различных соединений. Фосфор необходим растениям, ну и, в частности, он у нас важен в процессах фотосинтеза и энергообмена для растений. Ну и, например, много фосфора, иногда концентрация его там достигает до 8,75% в нуклеиновых кислотах. Но фосфор нужен не только растительным организмам. Например, фосфор входит у нас в состав белковых веществ в виде различных соединений, и он у нас содержится в тканях мозга, и его процент там составляет 0,38%. Также фосфор у нас содержится в мышцах 0,27%. И самые богатые в мире залежи апатитов у нас находятся на Кольском полуострове. Кроме того, месторождения фосфорита у нас широко распространены на Урале, и также можно встретить по Волжье, Сибири, Казахстане, Эстонии и некоторых других странах, например, в Северной Африке, Сирии, Соединенных Штатах Америки. Ну, еще, наверное, строение клетки, да? Фосфорлипиды тоже входят в состав клетки. Да, и фосфор особенно, вот, он очень широко применяется в сельском хозяйстве, но об этом мы поговорим чуть позже. Давайте посмотрим основные характеристики белого фосфора. Ну, как вы видите, строение нам уже знакомое, это в виде пирамиды. Плотность у этого фосфора где-то 1,82 грамм на сантиметр кубический. Температура плавления довольно небольшая, 34 градуса. Но если мы начнем нагревать белый фосфор до температуры 200-250 градусов Цельсия, то он будет переходить уже в красный фосфор, у которого другие свойства, в частности. Ну, давайте как раз... В частности, у него, знаете, другая плотность, это уже примерно 2,02 грамм на сантиметр кубический. Другая температура плавления, 350 градусов. И если мы белый фосфор будем нагревать примерно до температуры 220 градусов, и при этом будет у нас давление где-то 1200 мегапаскаль, мы получим черный фосфор, который по своей структуре похож несколько на графит. Но я бы хотела, прежде чем посмотреть нам слайд о строении черного фосфора, вот здесь для наших зрителей такую небольшую подсказку. Мы часто говорим, плотность, там, сколько-то грамм на сантиметр кубический. И говорим температуру. Ну, температуру еще понять можно как-то сориентироваться. А вот плотность, что значит, там, 1,8 грамм на сантиметр кубический. Вот у нас здесь представлен обыкновенный наперсток на столе. Такой стандартный, и объем этого наперстка, вернее, объем внутренней поверхности, это где-то 1 сантиметр кубический. И когда мы говорим, что плотность фосфора 1,8 грамма, то, пожалуйста, если мы зачерпнем полный наперсток белого фосфора, то масса будет 1,8 грамма. Когда мы говорим, что у красного фосфора плотность 2,02 грамм на сантиметр кубический, значит, если мы зачерпнем вот этот наперсток красного, красного фосфора заполним, то здесь будет 2,02 грамма. То есть очень удобно сориентироваться, что значит плотность грамм на сантиметр кубический. Ну вот у нас белый фосфор такое вещество тоже считается сильное, ядовитое. Да, да. И в воде он практически нерастворим, а растворяется в сероуглероде. Ну вообще у белого фосфора свойства очень интересные, они даже и по химическим свойствам отличаются. И лет 100 назад возникло новое направление у нас в химии, это фосфорорганическая химия. И впервые обратили внимание на ядовитые свойства соединений, органических соединений, в которые входит фосфор. И во всяком случае немцы проводили работы по разработке химического оружия на основании фосфорорганических соединений. Но вот в наше время фосфорорганические соединения используются в урановой промышленности для получения из руды урана, выделения этого урана. Кроме того, фосфорорганические соединения используются как катализаторы. То есть они ускоряют химические реакции? И ускоряет, но самое интересное, вот часто, особенно в медицине, важно, какое мы получили вещество, левое или правое, потому что лечебные свойства различные. Да, абсолютно верно. Так вот, фосфороорганические соединения, они способствуют в результате реакции вот этих катализаторов, чтобы получалось то соединение, которое необходимо для лечебных целей. То есть вот фосфор, и если раньше работали с фосфором со степенью окисления плюс 5, то теперь фосфороорганическая химия стала развиваться и работают с фосфором степень окисления плюс 3. Говорят, помолодела фосфороорганическая химия. То есть вот такие перспективы развития дальнейшие есть у нас. Мы с вами говорили о белом фосфоре, и вы также говорили о черном фосфоре. Ну вот черный фосфор, как вы видите по своей структуре, он немножко напоминает графит. Примерно вот такая же. Но у графита у нас на первых занятиях были слайды, конечно, более такая четкая структура. Но тем не менее, вот такое пространственное строение черного фосфора. Ну и его можно получить, я так понимаю, при длительном нагревании. И высокое давление должно быть. Да, белого фосфора. Да, из белого фосфора. Такая реакция достаточно дорогостоящая получается. Ну, теперь стоит поговорить, как мы обычно, и о химических свойствах, наверное. Может быть, мы сначала просто напомним последовательность, а дальше рассмотрим уже реакцию. Да, конечно. Ну, мы, конечно, сначала рассматриваем, как взаимодействуют с неметаллами. В частности, нас будут интересовать галогены, кислород, сера, углерод. Взаимодействует ли фосфор с азотом. Дальше посмотрим, как взаимодействует с металлами. И, конечно, интересно, какие реакции вступает фосфор со сложными соединениями, там, с кислотами, с гидроксидами. А далее посмотрим способы получения. Давайте, какие у нас есть реакции. Ну, и вот если мы говорим о фосфоре, то мы уже сказали, да, что бывает у нас белый фосфор, красный фосфор. И химически, получается, они тоже у нас различаются. Например, белый фосфор у нас сильно отличается от красного фосфора. Белый фосфор легко окисляется и самовоспламеняется на воздухе. Поэтому его хранят под слоем воды. И состав молекулы белого фосфора – П4. В то же время красный фосфор у нас не воспламеняется на воздухе, но воспламеняется при нагревании при температуре свыше 240 градусов. Ну, и давайте посмотрим свойства фосфора. И, как мы и говорили, что мы сначала смотрим отношение фосфора к неметаллам. Ну, тут взаимодействие с кислородом вступает в реакцию. И вот здесь вам приводят специально две первых реакции. Мы получили, видите, в первой реакции П2О5. Да, оксид фосфора. Да, степень окисления плюс 5. Но вообще правильнее рекомендуется записывать оксид этот П2О5 и в скобочках N. N, как правило, равняется 2. Вот такая запись. Ну, и мы видим уже даже вот из этой реакции о том, что разная степень окисления, из этих реакций, разная степень окисления проявляет фосфор. Да, там, где оксид фосфора 5, да, это первая реакция. И реакция вторая. А вот, а в третьей реакции мы уже видим, что мы получаем оксид фосфора 3. Здесь уже фосфор проявляет степень окисления плюс 3. Дальше взаимодействует с галогенами. Но для этого тоже требуются определенные температуры. Взаимодействует с серой, но тоже необходимы высокие температуры, определенные условия. Ну, и хотелось бы сказать, что реакции с белым фосфором обычно идут легче, чем с красным. Да, конечно, он более активен. С азотом фосфор не взаимодействует. Вот это такая особенность и белого, и черного, и красного фосфора. То, что с азотом в реакцию не вступает. Ну, мы говорили о том, как относится фосфор у нас к неметаллам. А если говорить о металлах, то фосфор тоже вступает в реакции. И у нас образуются соединения с металлами, которые носят название фосфиты. Которые очень легко разлагаются с образованием такого вещества, как фосфин PH3. Это достаточно ядовитое вещество, но имеет такой чесночный запах. Получается, что у нас многие соединения фосфора, они все-таки ядовиты. Хотя, вроде, такая совершенно аналогия. С одной стороны, фосфор элемент, который нужен для жизни, но в то же время многие соединения фосфора очень ядовиты. И стоит обратить внимание, что фосфин не получается непосредственно при взаимодействии фосфора с водородом. Такой и такая реакции не идет. Фосфин получается с косвенным путем, но у нас такие реакции будут продемонстрированы. Ну вот мы видим, здесь у нас фосфор взаимодействует с таким щелочным металлом, как натрий. И здесь показано, что реакция идет при высоких температурах, при 400 градусах. И мы получаем фосфит натрия. И здесь у нас уже фосфор проявляет степень окисления. Если у натрия плюс один, то у фосфора минус три. Ну, а вообще у фосфора степень окисления минус три, плюс три, плюс пять. Вот такие вот наиболее характерные его степени окисления. Ну, а во второй реакции мы видим, что при взаимодействии кальция и фосфора у нас получается фосфит кальция. Ну, мы видели, что, значит, с щелочными металлами идут реакции. Вот, ну, а сейчас, наверное, мы поговорим о том, что как у нас взаимодействуют. Значит, с неметаллами мы посмотрели, с металлами мы тоже посмотрели. Сложные соединения, да? С щелочные, щелочные, земельные, да. А теперь мы поговорим уже о соединениях сложных. Давайте посмотрим, в какие реакции вступает фосфор. Ну, здесь мы видим взаимодействие фосфора с азотной кислотой. В результате чего у нас получается фосфорная кислота, что мы с вами видим, H3PO4. И также мы видим, что у нас образуется газообразный оксид азота со степенью окисления азота, плюс два. И вторая реакция как раз взаимодействие с гидроксидами. И вот получается фосфин, PH3. Вот как раз в результате косвенной реакции. Видите, мы получаем PH3PO4. Да, еще раз напомним, что это очень ядовитое вещество с чесночным запахом. А вот третья реакция мы видим, что она может привести даже к образованию взрыва. Да, но вот эта реакция у нас будет продемонстрирована красочным слайдом. Это дымовые завесы, в военных целях происходит взаимодействие, допустим, белого фосфора с бертолетовой солью. И происходит вот такой мгновенный взрыв, и появляется дымовая завеса. Ну, хотелось бы также поговорить о получении и применении фосфора. Но в первую очередь мы выяснили, что все-таки в целом фосфор вещество достаточно распространенное. Если говорить о том, сколько содержится его в земной коре, еще раз напомню, 0,08%. И мы выяснили, что его содержат горные породы, фосфориты, апатиты. И, наверное, из них фосфор и получают. И мы здесь можем увидеть реакцию. Ну, первая реакция, я бы ее назвала реакцией Бранда, хотя так не говорят. Это, в принципе, то, что делал Бранд. Видите, мы берем соль фосфорной кислоты, дальше уголь, песок, все это прокаливается, и мы получаем с вами фосфор. Да, и температура 1500 градусов в электрической печи. Такой классический способ получения фосфора. Но есть лабораторные способы. И если нам нужен более чистый фосфор, то тогда другие реакции. Реакции в присутствии цинка. Не знаю, у нас, по-моему, такая реакция тоже есть. Но предварительно еще я хотела бы обратить внимание, что вот фосфор у нас используется не только как ядовитое вещество, он используется и в полупроводниках. Мы будем говорить далее о Кремнии. Кремнии, Германии, конечно, это более типичные полупроводники. Но фосфор тоже используется. И вот у нас здесь будут продемонстрированы ламповые триоды и полупроводниковые. Посмотрите, вот перед вами это ламповый триод. Причем мы выбрали самый маленький. Представляете, телевизоры ламповые. Каких были размеров телевизоры и радиоприемники. А вот те же самые триоды, которые на полупроводниках. Посмотрите, более компактные. И, конечно, мы уже можем позволить себе иметь более такие компактные радиоприемники, телевизоры и так далее. Хотя время полупроводников уже сейчас заменяется более прогрессивными технологиями. Итак, вот использование фосфора. А вот красный фосфор у нас используется для производства спичек. Ну вот если посмотреть даже на саму спичечную коробку, то вот, например, из красного фосфора, сульфида, сурьмы, железного сурика, это природный оксид железа 3 с примесью кварца и клея, приготовляют смесь, которую мы здесь сейчас и видим. Эта смесь наносится на боковую поверхность спичечной коробки. Вот она темненькая. Ну и головка спичек у нас состоит из хлората калия, молотого стекла, серы и клея. И при трении головки на маску спичечной коробки красный фосфор у нас воспламеняется и поджигает состав головки. А от него загорается дерево. Вот можно поджечь и... Давайте еще раз я продемонстрирую. Вот как раз воспламенение красного фосфора. И вообще первые спички были тоже деревянные, головка содержала фосфор. Но для того, чтобы зажечь, нам нужно было... Там входил фосфор, бертолетовая соль, и нужно было носить с собой серную кислоту. То есть опускали спичку в серную кислоту, и тогда возникало воспламенение. Представляете, ходить с пузыречком серной кислоты. И теперь, как и, можно сказать, целая поэма спичкам. Потому что это очень серьезное производство. Причем спички бывают с разной скоростью горения. Такие, чтобы в сырых помещениях можно было использовать. То есть здесь технология более 150, наверное, лет уже производству спичек. Да, вот опять можно посмотреть на спичечный коробок, который у нас представлен на картинке. Итак, красный фосфор у нас используется, да? Вот мы говорили о спичках. Но вот если говорить о дымовых завесах, то тут, наверное, используется уже белый фосфор. Да, здесь у нас как раз... Та реакция, о которой мы говорили. Вертолетовая соль, фосфор, и вот возникает мгновенный взрыв. Ну, а черный фосфор у нас применяется достаточно редко. Ну, вот можно еще раз посмотреть на картинку, где мы говорим уже, как используется у нас белый фосфор. Ну, а теперь, наверное, поговорим о соединениях фосфора с водородом и кислородом. Да, уже поподробнее об оксидах фосфора и о фосфине. Ну, вот здесь у нас представлена реакция, где мы получаем фосфин путем взаимодействия фосфора с щелочью и с водой. То есть непрямая реакция. Еще раз подчеркиваю, что водород с фосфором не взаимодействует непосредственно. Так, вот это способ получения фосфора. Да, когда у нас фосфор, щелочь и вода. Ну, и, наверное, еще поговорим о том, как мы получаем фосфорные кислоты. Да, ну, вообще, у фосфора несколько оксидов. Разная связь с разной степенью окисления фосфора. Степенья оксид фосфора, степенья окисления 3 и оксид фосфора, степенья окисления 5. Ну, и когда говорим о фосфорных кислотах, то здесь подразделяет так. Есть фосфористая кислота, там степень окисления фосфора плюс 3. И фосфорные кислоты, не говорят, что фосфорные кислоты, а фосфорные кислоты, потому что их получается сразу же несколько. И даже вот так написать формулу в разных учебниках, где-то пишут, что такая формула, а где-то говорят, что такая формула маловероятна. Получают фосфорными кислотами, называют кислоты, где фосфор имеет степень окисления плюс 5. Это бывает мета, пира, орта, фосфорная кислота. То есть получается сразу же вот такая как бы смесь кислот. И точную формулу написать разные учебники дают свои формулы. Давайте посмотрим, как это получается. Ну вот мы видим, что здесь у нас оксид фосфора 5. Это белый гикроскопичный порошок, который получает при горении фосфора в избытке воздуха или кислорода. Вот он как раз у нас обладает таким свойством. Он очень энергично взаимодействует с водой. Но кроме того, он еще и хорошо отнимает воду от других соединений. Так вот, здесь мы видим, что у нас получается в результате взаимодействия оксида фосфора и воды метафосфорная кислота. Ну а если говорить о том, как получаются другие кислоты, то можно еще посмотреть один слайд. Здесь опять при взаимодействии оксида фосфора с водой мы получаем уже ортофосфорную кислоту. Ну а здесь уже мы поговорим о свойствах оксидов фосфора. Оксиды, ну, типичные оксиды, оксиды не металлов. Ну, у них есть свои своеобразные реакции. Давайте посмотрим, как эти реакции осуществляются. Ну, мы продемонстрировать ничего сегодня не можем, потому что, сами понимаете, что фосфор довольно ядовитый. Но вот эта реакция показывает, что свойство оксида фосфора 5 отнимает воду. Видите? То есть можно использовать как уменьшение влажности, допустим, в помещении. Как осушитель газа в жидкости. Да, как осушитель. Вот такое свойство оно в промышленности и применяется. То есть мы выбрали такие классические реакции. А здесь мы уже видим взаимодействие с гидроксидом кальция. Ну, типичные свойства оксидов не металлов. Здесь вот кислотные свойства мы видим, которые проявляют оксид. Фосфора. Ну, и здесь опять-таки мы видим, что фосфор у нас взаимодействует с оксидом кальция. Это тоже, когда говорили о свойствах оксидов, гидроксидов. Да, здесь уже взаимодействие с основным оксидом. Да, да. Тоже опять-таки кислотные свойства. То есть такие типичные реакции. Ну, и кроме, вот мы говорили все время об оксиде фосфора 5, который очень часто тоже записывается не P2O5, а часто еще пишут его опять-таки тоже P4O10. Да, то есть P2O5 и в скобочках N. Но при этом говорят, что N равняется 2. То есть все надо увеличивать в два раза. Или так записать. А если говорим об оксиде фосфора 3, который тоже можно записать и P2O3, и P4O6, то это сильный восстановитель и очень ядовитое вещество. И вот здесь мы можем видеть реакцию взаимодействия этого оксида с кислородом. В результате чего мы получаем оксид фосфора 5. Ну, а теперь, наверное, более подробно поговорим о фосфорных кислотах. Да, у нас там слайды дают название этих кислот и формулы. Но мы должны знать, что, в общем-то, они не отдельно, а как бы получается сразу и мета, и орты, и пирофосфорные кислоты. Ну, вот давайте посмотрим. Здесь у нас представлена формула метафосфорной кислоты. Вы пишете H, PL3 и буква N, то есть... И ортофосфорные кислоты. Ортофосфорные дают вот такую формулу. Ну, и если говорить о фосфорных кислотах, да, то это опять-таки связано и с тем, что разные оксиды образуют фосфор 2, и о том, как раз, о чем вы говорили. Ну, фосфорная кислота, это считается достаточно такое твердое вещество. Да, да. Это кристаллическое белое вещество. Ну, и при нагревании H3PO4 не разлагается на оксиды воду, а переходит в пирофосфорную и полимер-метафосфорные кислоты. Говорят, что они генетически связаны, эти кислоты. То есть одна переходит в другую. Поэтому, опять-таки, одну общую формулу, в общем-то, и писать нельзя, невозможно написать ее. Но у нас, по-моему, есть такая цепочка, которая демонстрирует переход одной кислоты в другую. Да, и все это как раз происходит именно при высоких температурах. Ну, вот мы здесь как раз, эта цепочка нам и демонстрирует. Ну, естественно, фосфорные кислоты, они у нас образуют и соли, различные фосфорные кислоты. Вот можно посмотреть, здесь они у нас продемонстрированы. Мы видим фосфаты. Средние соли и кислые соли. Да, абсолютно верно. Вот, если говорить о фосфатах, ну, в качестве примера, калий-3, ПО-4, фосфат калия. Так вот, здесь у нас замещены все атомы водорода в фосфорной кислоте. Дальше у нас идут гидрофосфаты. И здесь мы уже видим, что у нас два атома водорода замещены. А, например, калий-2, ХПО-4, который называется уже гидрофосфат калия. Ну, и, наконец, по аналогии дигидрофосфаты, тут мы с вами видим, что только один атом водорода у нас замещен. Ну, у нас в качестве примера берется такой металл, как калий. Да, и мы уже видим соединение, которое будем называть гидрофосфат калия. Два водорода, аж два. Ну, и нам прямо демонстрируют сами формулы. Где водород-1, мы сразу делаем вывод. Да, гидрофосфат калий-2. И это производство тоже имеет достаточно долгую историю. Вот у меня здесь удобрение. Вот это удобрение комплексное. Ну, вообще, мы можем с вами просто... Вот в этом удобрении содержатся калий, фосфор и азот. Причем калий и фосфор здесь содержатся в достаточно большом количестве, поэтому его можно использовать, например, для стимуляции цветения. Ну, а сами удобрения. Мы знаем, что есть вещества, которые, например, тем же самым растениям необходимы в большом количестве. И в качестве примера в основном это вещества у нас такие, как азот, фосфор и калий. Вот так же, как для человека есть макроэлемент и микроэлемент. То же самое мы можем и говорить и о растениях. Ну, в качестве примера, да, микроэлементов. У нас, например, можно назвать, например, железо, серу и некоторые другие вещества. В первую очередь, наверное, бор, медь, кобальт, марганец, молибден, йод и некоторые другие вещества. И вот как раз очень часто урожайность у нас растений зависит от присутствия тех или минеральных веществ. Вот. Ну, еще раз повторю, что азот, фосфор и калий мы можем рассматривать как важнейшие макроэлементы. Абор, медь, кобальт, марганец, цинк, молибден и йод как микроэлементы. Хотя у нас количество микроэлементов даже для растений все время растет, потому что все-таки они нужны в небольших количествах. И ученые смотрят те вещества, которые до сих пор спорят о том, какие вещества считать микроэлементами, а какие нет. Так вот, минеральные удобрения, раз я сказал, что азот, фосфор и калий нужен в большом количестве, то, естественно, их производится будет значительно больше, чем других, чем тех же самых микроэлементов. Так вот, их можно разделить на простые и сложные. Простые все очень просто. У нас содержится один элемент. Например, фосфорное удобрение, азотное удобрение, калийное удобрение. А сложные удобрения, уже которые содержат два и более элементов. Ну, в основном, наверное, более часто можно встретить азотные, фосфорные и калийные удобрения. Ну, наверное, начнем мы с фосфора. Я говорил о том, что фосфор у нас входит в состав многих соединений, которые имеют очень важное значение для процесса фотосинтеза и энергообмена у растений. И наиболее ценные вещества – это фосфорно-кислые соли, одноволетных металлов. Хотя есть и растения, которые способны поглощать и относительно мало растворимые соединения фосфора. Ну, активнее всего у нас фосфор поглощает растения в период сильного роста. И фосфор в первую очередь необходим для снабжения молодых листьев. Кроме того, многие растения вполне неплохо реагируют на подкормку фосфора. Но самое главное, что если у нас не хватает растений фосфора, то оно значительно медленнее зацветет и урожайность тоже понизится. Кроме того, фосфор у нас повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам цветы и снижает вероятность возникновения инфекционных заболеваний. Еще раз повторюсь, отставание в росте, замедление цветения, листья могут приобрести темно-фиолетовую окраску. Все это говорит о недостатке фосфора. Ну, если более сжато сказать о калии, то калий у нас необходим тоже в первую очередь для цветения. Сергей, я хотела еще немножко о фосфоре добавить. Да, да, да. Мы, наверное, читали произведения Гелировского. Такие он описывает, когда посещает рестораны, то его угощают суточными щами. Но мы, к сожалению, настоящих суточных щей, наверное, уже никогда не едим. Хотя иногда в меню написаны суточные щи. В чем заключается суть? Что это фактически, когда готовят эти щи, перерабатывают фосфориты в суперфосфаты. То есть фактически происходит то, что происходит в земле. Значит, что нам нужно? Берут мясо обязательно, чтобы было на кости. А ведь есть такие удобрения, костная мука. Вот это вот мясо обязательно должно быть кислая квашеная капуста. Потому что в капусте содержатся кислоты, молочная кислота и так далее. И вот кто ел настоящие щи, он должен знать, что косточки очень мягкие становятся. Вообще их можно разжевать. Вот это как раз идет процесс переработки в суперфосфаты, в кислой среде. И фактически суточные щи, мы таким образом получаем дополнительные микроэлементы. То, что происходит в земле, когда растения перерабатывают. Ведь говорят, когда вносишь удобрения, вот и вы говорили, нужно учитывать pH, кислоты. Да, абсолютно верно. Так вот, чтобы шла хорошо переработка, обязательно должна быть кислая среда, и щи должны быть на кислой капусте. Вот вам пример. Может быть, люди далекие от удобрений, но должны теперь знать, что они фактически эту реакцию используют, когда хозяйка готовит суточные щи. Ну, а если мы вернемся опять-таки к растениям, то вот фосфор – это у нас один из десяти веществ, которые необходим растению. Да, необходимым углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо и серо. Ну, и я говорил, что азот, фосфор и калий – это макроэлементы, а десять элементов у нас являются минеральными для растений, среди которых бор, кобальт и другие. Так вот, о фосфоре мы сказали. Ну, калий у нас в первую очередь тоже важен для цветения. А вот если мы говорим об азоте, то первый симптом избытка азота – это, конечно, бурный рост растений. Если растению азота не хватает, то, наоборот, растение растет очень медленно. И очень часто делают большую ошибку, подкармливая растения азотными удобрениями в большом количестве. В итоге эти растения, не получая фосфора и калия, особенно если одни азотные удобрения, они просто не зацветут. Потому что азот у нас в первую очередь влияет на рост растений. Кроме того, например, избыточное потребление, даже неправильный расход минеральных удобрений для растений может привести к тому, что, например, при избытке азота растения становятся очень чувствительны к разным инфекционным, бактериальным и грибковым заболеваниям. Ну, конечно, производство удобрений – это, наверное, важная отрасль в современной химии. И в основном, в первую очередь, у нас производят азотные удобрения, фосфорные удобрения, причем производят как простой суперфосфат, так и сложный. Дело в том, что в простом суперфосфате есть такой, как баланс – это кальций СО4, который фосфора не содержит. Ну, и производство калийных удобрений тоже играет важную роль. Ну, а о костной муке, которую вы говорили, да, вот она получается у нас при переработке костей сельскохозяйственных животных и содержит у нас кальций С3, ПО4 дважды. Ну, в принципе, с одной стороны, минеральные удобрения, они несут такое благое тело, но с другой стороны, очень часто, вот, например, круговорот фосфора. Он оказывается нарушенным из-за двух причин. Первая – это неправильное использование минеральных удобрений, да, и фосфор у нас вовлекается в круговорот, а вторая причина – это рыбный промысел, ведь рыба тоже содержит большое количество фосфора. И поэтому у нас получается, что круговорот фосфора на данный момент, он у нас нарушен. Ну, конечно, минеральные удобрения – это тема очень большая и, наверное, требует отдельного рассмотрения. Ну, в химии еще очень важно правильно решать задачи. Это вот одна из самых таких... Да, и сегодня мы с вами как раз и рассмотрим методы решения задач интересные. Давайте посмотрим наша первая задача. Эта задача такая классическая, ее не все учащиеся любят. Предлагает узнать формулу соединения. Если говорят, что эта молекула состоит из трех элементов – натрий, сера и кислород, и говорят, да, процентное содержание каждого элемента в этой молекуле. Как решается эта задача? Первый метод, он такой классический, мы его разберем, а второй метод будет метод графический, тоже довольно интересный и оригинальный. Да, уже два метода, и какой понравится. Давайте посмотрим, как такой классический метод решения. Нам предлагается обозначить натрий, сера и кислород, x, y, z. Это первый шаг в решении. Далее нам нужно вспомнить, взять таблицу Менделеева и посмотреть относительные атомные массы для каждого элемента. Натрий – 23, сера – 32, кислород – 16. И, зная процентное содержание, зная относительные атомные массы, мы получаем 1,4, 0,7, 2,8. И теперь нужно... И составляем как пропорцию. Да, здесь, как правило, в таких задачах будет один ответ, на который все можно разделить. В данном случае на 0,7 все можно разделить. Получается 1, 2 и 4. И вот вам ответ. Значит, натрия должно быть 2, сера, 1. Значит, вот эти шифры как раз мы и записываем с помощью них формулу. Да, вот мы уже и записали формулу. Мы узнали, что должно быть 2 атома натрия, 1 атом серы, и получилось у нас 4 атома кислорода. Это такой классический пример решения данной задачи. Вот она перед вами. Так, но есть еще... Вроде бы простое достаточно такое. Ну, кажется, просто, и мы, в общем-то, выдали такие рекомендации, последовательные шаги. Но здесь эти задачи не очень... студенты, учащиеся, любят такие задачи. Второй метод. Второй метод предлагает нам использовать графические. Для этого нужно лучше всего, конечно, миллиметровая бумага или обязательно листочек в клеточку. Масштаб у нас должен быть по оси Х и по оси У один и тот же. Лучше, да не лучше, рекомендуется 1 сантиметр. То есть по одной оси и по другой оси 1 сантиметр принимаем там за единицу. И посмотрите, что мы получаем. Здесь у нас нужно будет построить три прямых линии. Каждая линия строится по двум точкам. Но начало у всех линий из точки 0. А дальше мы откладываем, посмотрите, по одной оси процентное содержание, то, что нам задали в задаче. Процентное содержание. По другой оси относительную атомную массу. И получили одну точку. Видите, там 20. В общем, вы нам выделили таким зеленым цветом. Это для кислорода. Вторая линия опять. Первая точка из точки 0 идет. А нам нужно найти вторую точку, чтобы построить граф. То есть как раз у нас сантиметры соответствуют тому, что было дано. 2,8, 1,4, 0,7. Да. Получаем точку для натрия. Процентное содержание и атомная масса. Голубого цвета. И для серой. Получили три прямых. Теперь берем. Это можно взять совершенно произвольно. Проводим линию перпендикулярную оси Х. И нам нужно просто измерить. Хотите циркулем, хотите линеечкой расстояние. Расстояние получается 0,7 см, 1,4 см, 2,8 см. То есть то же, что мы получили, когда решали задачу математически. Наверное, на этот способ больше времени уходит. Нет, не должен. Больше там проблема такая. Очень аккуратно. На листе чуть не в клеточку, конечно, результат не получится. Лучше миллиметровая бумага. Ну и, конечно, это для того, кто любит, умеет выполнять небольшие чертежи. Но интересный метод. Ну и общий итог, который мы тоже можем видеть перед нами. Это вот так же для графически. Потом мы получаем результат. То же самое. Натрий 2, СО4. Ну и вот еще у нас есть одна задача, которую можно было бы посмотреть. Ну, мы можем ее посмотреть. Это задача качественная. Когда нам предлагается 5 склянок или 5 пробирок, в которых находится, нам сразу же сказали, какие растворы. Но мы не знаем, по каким номерам какой раствор. А, то есть мы знаем, что может быть, но мы должны выбрать из 5 карточек. На них только написано 1, 2, 3, 4, 5. Наша задача узнать, где аргентамона 3, где аж, хлор и так далее. Конечно, иногда можно что-то по внешнему виду. Но стремятся сделать так, чтобы это были прозрачные растворы. Вот наши рекомендации следующие. Нужно сначала, и слайд это демонстрирует, сначала составить таблицу. И посмотреть, здесь нам диктуется условие, а вот дальше решение будет. Посмотреть, распределить все наши элементы, вернее, все наши вещества. Да, мы записали здесь нитрат серебра, соляная кислота и так далее. И посмотреть, что произойдет, если, например, аргентамона 3 прильем в остальные растворы. Вот нам результат. А, ну нам сразу соляная кислота даст нам белый осадок. И мы сразу уже можем о чем-то говорить. Ну вот тут надо просто пока расписать, что будет. И посмотрите, возможно, 3 осадка, возможно, 2 осадка, 3 осадка. И вот следующий слайд тоже показывает, сколько может быть осадков. И 2 осадка. Вот посмотрите, если мы получили 3 осадка, это может быть или аргентомона 3, или пленбомона 3 дважды. Если мы получаем 2 осадка, то это или аш-хлор, соляная кислота. Да, или натрио аш, или ННН4, НН3. Ну, здесь записано правильно у нас. То есть мы уже разделили на 2 группы. В одной группе 3 у нас вещества, в другой 2. Теперь надо посмотреть, осадки отличаются. Не случайно в этом слайде видно, где-то осадок будет одного цвета, где-то он другого цвета. Вот поясняется цвет осадка, и уже это тоже наглядно будет видно. Ну, вот даже можно посмотреть, вот у нас в первой группе окажется, да, аргентомона 3 и тренецомона 3 дважды, да, нитраты серебра и свинца. И вот уже... Если аргентомона 3, то посмотрите, 3 осадка, но будет белой и бурой. А если пленбомона 3, то уже дает 3 осадка, но 2 белых. Вот таким образом, прежде чем... То есть это качественная реакция. Прежде чем эту реакцию проводить, мы рекомендуем составить вот такую таблицу и проанализировать, что можно получить. А уже потом приступать к проведению непосредственного эксперимента, потому что это нужно определить экспериментально, а не теоретически. Вот такие у нас сегодня были примеры из области химии. Ну что же, мы надеемся, что наши примеры помогут вам справиться с такой сложной наукой, как химия. И главное, чтобы вы с удовольствием решали и задачи, и изучали теоретическую часть химии. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания.